Что означает название матрешки, чем угощают на башкирской свадьбе и зачем строить крышу на самцах? Такие каверзные вопросы задали чулябинцам на Большом этнографическом диктанте. Его сегодня писали на пяти континентах даже станции МКС. Смогли ли южноуральцы оправдать звание многонационального региона, узнаем в сюжете. Угадать количество языков, на которых говорят в России, и назвать животное, которое задабривали блинами. Оригинальные вопросы на знание традиций народов России не смущают сегодняшних студентов. Южный Урал принимает участие в этнографическом диктанте в третий раз. Вместе с чулябинцами свои знания решил проверить и представитель Ассамблеи народов России. Я в этом году, 6 июля, был на рассудистских чтениях, и мне ваш регион очень понравился. Те вопросы, которые гоняйные, 10 вопросов, может быть, вызовут у меня затруднения. В этом году вопросник впервые включили специальные блоки, уникальных для каждого региона. Южноуральцы должны были дать ответ, в каком районе Челябинской области живет больше всего казахов, и даже что лепят в форме треугольника, эчпачмак или беляш. Заданием справились не все. По Челябинской области мне было проще писать, потому что я изучала все-таки сама. Не специально к диктанту, это вообще просто, я сама изучала. Наиболее сложные вопросы были про народы, и с датами я путалась там. В прошлом году диктант приобрел статус международного. Его пишут жители пяти континентов и даже космонавты на станции МКС. Сегодня в Челябинской области диктант прошел более чем на 60 площадках в 32 районах. Пятерку за этнографические знания в регионе пока не получил никто. Сами челябинцы уверены, что интерес к другим культурам необходимо планомерно развивать. Я не уверена, что я 100% правильно ответила. Можно, конечно, развивать, наверное, туризм специфический в Челябинской области, чтобы все знали кто, что, где. Проверить правильность своих ответов южноуральцы смогут 10 ноября, а оценить уровень своих знаний в день Конституции 12 декабря. Татьяна Пешкова, Наталья Петрухина и Максим Лисовский. 31 канал.